Приветствую всех в седьмом уроке мини-курса по фишкам фотошоп. Сегодня рассмотрим различные функции, которые были добавлены в версии 2020. Перед тем как начать, хочу обратить ваше внимание на наш продвинутый курс Super Photoshop, автором которого является Вероника Полякова, профессиональный графический дизайнер и выпускница британской высшей школы дизайна. Также я автор курса Super Illustrator. Грамотно составленные домашние задания курса помогут вам создать ваше первое портфолио, а также лучше усвоить материал, при изучении которого вы получаете поддержку наших кураторов, которые обязательно помогут вам со всеми вашими вопросами. Изучать курс и сдавать домашки вы можете в любом удобном для вас темпе. После успешного прохождения курса вы получаете соответствующий сертификат, как подтверждение того, что вы прошли качественное обучение. Ссылка на курс есть в описании к этому видео. А мы начинаем. В новой версии разработчики немного прокачали панель Properties. Если разблокировать слой, то можно увидеть, что на панели в Quick Actions появились две кнопки. Remove Background определяет объект на фото и удаляет фон под ним. А Select Subject просто выделяет объект на изображение. Давайте попробуем удалить фон. И вот, буквально в один клик мы получили вполне неплохой результат. Также стоит отметить, что появился новый инструмент выделения. Он называется Object Selection Tool. Он также основан на машинном обучении, и с ним вы можете выделять какие-то отдельные объекты на изображение. И вот, как видите, он вполне неплохо выделяет лицо нашего персонажа. Также на панели Properties появились новые опции выравнивания для слоев. Например, с помощью кнопок в группе Distribute мы можем уравнять расстояние между всеми нашими кругами в один клик. Или выравнивать какой-то отдельный слой. По холсту. Например, слева, по центру или справа. Либо по выделению. То есть, вот так. Также была добавлена очень полезная функция, позволяющая в один клик приближаться к нужным объектам на холсте. Я могу быстро приближаться, например, к каждой из этих иконок, просто зажав альт и кликай по ним на панели Layers. Вот так. Также разработчики добавили много красивых и интересных шаблонов. Например, давайте посмотрим паттерны. Здесь есть пресеты воды, травы, или деревьев. Довольно неплохо, согласитесь. Также были добавлены новые пресеты для градиентов. Они разбиты по цветовым категориям и выглядят вот так. Очень много приятных палитр. Также теперь из фотошопа можно выгонять гифки. У меня открыт вот такой видеофайл. И чтобы сохранить его как гифку, мне достаточно выбрать файл Save As. Выбрать формат гиф вот тут. И раскроются опции сохранения гифок. Здесь вы можете выбрать нужную палитру. И благодаря вот этой галочке Preview сразу же видеть изменения на холсте. То есть вы заранее будете знать, как сжатие повлияет на ваше изображение. Давайте выберем Local Selective. И отрендерим нашу гифку. Ее вес составляет 300 килобайт. И она вполне неплохо выглядит. Еще появилась одна полезная функция, касающаяся смарт-объектов. Теперь их можно в один клик разобрать на слои по кнопке Convert to Layers. При нажатии на нее появляется группа со всем содержимым нашего смарт-объекта. В предыдущем уроке я показывал, как переключить кисть в режим ластика. В 20-й версии это немного упростили. Теперь для того, чтобы превратить кисть в ластик, достаточно зажать тильду. И это очень удобно. Также обновилось еще кое-что касаемо кисти и тильды. Теперь кисть можно вращать, если сжать тильду и стрелку вправо или влево. В 20-й версии еще появилась небольшая мелочь, но очень удобная. Это функция Close Others, которая закрывает все документы, кроме текущего открытого. Также обратите внимание на то, что для нее добавили сочетание, это Alt-Ctrl-P. И, наконец, расскажу вам о паре фишек обновленного свободного трансформирования, которое, напоминаю, можно вызвать по сочетанию Ctrl-T. Во-первых, теперь для сохранения пропорции изображения при масштабировании не нужно зажимать кнопку Shift. Но, если вы привыкли к старому подходу и не желаете переучиваться, то специально для вас разработчики оставили соответствующую опцию в настройках. Это галочка Use Legacy Free Transform. Теперь, если я не буду зажимать Shift, то пропорции моего изображения не будут сохраняться. Также теперь, если в режиме трансформирования по правому клику вы выберете Warp, то не увидите привычные сетки, по которой свободно трансформируется изображение. А все потому, что теперь ее можно изменить. Вы можете выбрать какую-нибудь такую, либо вовсе создать ее самим. Для этого можно использовать опции, доступные по правому клику. Но гораздо удобнее для этого использовать зажатую кнопку Alt. Таким образом, вы можете ставить точки в нужных местах. Очень просто. И изолировать какие-то области от искажения. Да и в целом, все стало как-то немного удобнее и интереснее. И на этом у меня на сегодня все, друзья. Пишите в комментариях, какие фишки обновленного фотошоп вам больше всего пришлись по душе. Не забудьте вступить в наши группы в ВК и на фейсбуке, а также подписаться на нашу еженедельную рассылку. И, как говорится, еще услышимся.